всем привет ребят с вами гамбит и мы возвращаемся в карьеру за криштиана роналдо за тренера и на данный момент он возглавляет футбольный клуб спортинг у нас в этом выпуске начинается лига европы так ребят ну с лилем там вы точно сыграем здесь я не знаю еще с какими командами будем играть давать вот давайте посмотрим так у нас еще и брайтон возможно ребят возможно мы сыграем наверно с брайтоном с лилем но еще пару игр наверное здесь сыгра в чемпионате посмотрим посмотрим с кем конкретно пока еще не решил же собственно в процессе все будет ясно я вам очень хорошая новость молодежная академия у спортинга просто трещит по швам от талантов и дарований давайте быстренько совсем по порядку хочу выделить вот этого парня jesus игорь и jesus просто игорь и jesus 17 лет вот только-только скаут предложил его я сразу же приобрел 17 лет то он стоит уже два с половиной миллиона посмотрите и кажется очень даже неплохо будем его развивать и будет он у нас скорее всего играть на месте венделя которая ну зимой уйдет также кого еще хочу выделить до сила ну да сил вот так себе вот рест с рест с португалец 15 лет 57 центральной нападающей также может играть центр форварда цена все на ваших экранах ребят потенциал у всех почти у всех за 90 а шанди такой и тянет защитник 89 будем развивать будем смотреть как все будет происходить с этими нашими талантами 17 лет нужно уже на самом деле его подписывать нужно принимать решение а вот жезусом я думаю сразу в основной состав так ну что ребят турнирная таблица на ваших экранах ну что они посмотрим первый наш соперник морей ренце находится на восьмом месте а вот скорее всего с командой белин энсиш и мы просимулируем также просимулируем матч с тандилой поехали к первому матчу сразу же и долго думая ну что сразу же перемещаемся к первому матчу подопечные криштиану роналду не лучшим образом на самом деле начали сезону и календарь у них такой знаете не самый простой был персу игру выиграли затем уступили браги и порту а зато в концовочке нашего первого выпуска мы достаточно такой тяжелой игре обыграли нашего наверное все таки главного соперника это бенфику обрал сразу же передача на гонсалвиша гонсалвиш можно можно на фернандеша то в свою очередь сейчас будет делать свое первенное ускорение фернандеш пендель хорошо как развернулся хорошо как развернулся к брал 1 0 1 0 спортинг выходит вперед к брал красавец просто может быть нам немного повезло с этим разворотом давайте посмотрим на повторе и красавец красавец конечно все сделал зрячее 1 0 консалвиш и передача штрафную какой момент добить добить 20 а в сайда нет а в сайда нет и почему-то шпора разобирает мячи не знаю чем это связано без понятия ну отлично вот для чего на старте играешь пара ребят каждое мячи на вес золота но голкипер как же ты среагировал то на первый удар отлично 02 ведь можно немного можно думаю успокоиться потому что очень опасно атакуют наши соперники а если мне одному слишком пошла передача и от скидочки никакой не будет добрал его сейчас еще в ближний да что ж ты делаешь то вратарь то со мной а с моей психикой рс и полетел перес сразу же давайте переключимся вот здесь спокойно ближний угол из добивания отлично просто отлично 2 1 ну как там голкипер то достаю таки я не понимаю нужно 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 вот сюда на фернандеша пошла передача очередной заброс фернандеш штрафной прострел на ближнюю есть 13 до свидания вето красавица выходит и забивает ух ребятки тяжело а то мне играть в обороне это уже говорил и перенар раз этом делаю акцент хорошо фернандеш убегает отдает голевую передачу вето красавиц между ног голкипером как же вратарь то у них там выручал пару раз просто что-то невероятно это доставал ну что ребята 1 3 матч так и завершается 3 очка в нашу копилку матч был не самый простой так ребята у нас следующий матч в лиге европы очень важного тем что мы встречаемся с французским или это первый матч криштиана роналдо как главного тренера как в принципе первый матч тренерской карьере его на европейской арене и вот сразу же с лилием очень там кстати хороший коллектив у лилия собрался давайте по составу есть изменения орхо сегодня играть слева также федаль играет центрального защитника заменила по режиму и бьета сыграть место арара вот такая вот расстановочка у лили 442 и алмаз джонатан дэвид канадец новоиспеченный футболисты лилия собственно санчес или санчес как кому удобно андре такс я тут не вижу парочку футболистов ну ладно примеру бомба не играет ну ладно посмотрим скорее всего они выйдут со скамейки запасных поехали ну что друзья вы перемещаемся во францию лига европы первые тура лили встречаются с португальским спортингом пишите на роналдо главный тренер и вот собственно в дебют его его сейчас сразу же передача кобрал кобрал удар какой кобрал 1 0 вот это да вот это начало вот это начало седьмая минута обралище услышите сейчас он спорте где конечно лучше вот это гол посмотрите как технично он восстановил этот мяч вот здесь об сместился из правой на технику 1 0 хорошее начало матча консалвеш передача штрафную еще один момент это паука тос капитан наш капитанище когда же мы со второй этажа то забьем немножко не то я хотел сделать а вот сейчас а вот сейчас нужно забить второй второй забили 02 спортинг красавицу то подключился ну подключился конечно же гонсалвеш ух широченная так и было просто передачку немного не туда дал но здесь отлично гонсалвеш из глубины 02 хорошо педро красавец отскоки не в вашу пользу машина на выручи братишка ребятки вообще просто бомбит ну как бомбит эмоции зашкалит санчес а вот и санчес опять нарушение правил давайте рестовского сюда сразу же пошла передача на ближнюю штангу а подборе лили конечно атака вторым темпом ринато санчес опять 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 все отскоки ребят ну так вообще я не знаю как так играть все отскоки все какие-то я не знаю микро какие-то моменты которые можно выигрывать все не в нашу пользу вот мяч получил ударил пол здесь может быть нашим наша может быть атака это передача на кобрала и вот полетел наш к бральчик обрал я вижу вижу на дальней штанге обрал прострел это это наш хлеб хотел я сказать это не наши хлеб вот вот что-то типа вот что это было конечно кто там виноват я не знаю консалвиш подача в штрафную удар гол и мяч неужели запишут насчет гонсалвиша ну нет это ерунда конечно давайте посмотрим консалвиш неужели мы что-то с углового соорудили сообразили подать но это автогол явный автогол кстати самое что интересно два футболиста лиля наносили удар там борьбу кватас проиграл и забавно очень забавный гол неужели нам повезло она с мячом пытаться пытаться не вскрыть нет не достается мяч и на уринато санчиша мяч как же они хорошо стоят на ногах эти парни что него не что только не придумывают они уже по всякому пытаются это невероятное что-то они творят я из комментариев ребят джонатан дэвид нас просто сейчас разорвали они настолько держат мяч настолько он у них прилеплен к ногам как будто у них там у всех приближаться по 90 обалдеть и джонатан дэвид вот сейчас забросик отлично кобрал освободился там где-то попадает в положение вне игры обрал это и сейчас мой вот-вот-вот гонсалвеж забивает мяч засчитана защита на меня сейчас это нет ух не могу покрыть тяжеловатый мне привыкать все-таки к фи фи 21 не знаю почему это интересно каждый матч вот здесь отлично хотел пробить вьета и наверное все таки хорошо что не получилось гонсалвеж оформляет дубль вот сейчас можно отличную передачу камашу прострел дубья должен забить ребят мы должны были забивать уже 6 давайте будем реалистами что это за удары я понимал что это опорник что у него не лучший показатель в этом компоненте и поэтому пробил просто в ближние не сильно и давайте просто вынеси мяч все судья свести 24 спортинг обыгрывает лиль у спортинга было просто два потрясающих момента ну или конечно как-то неплохо контролировал мяч как-то прижал особенно когда забывали второй мяч я действительно я не знал что делать так вот переключаться у меня пальцы были как сосиски просто но главная победа в это конца ли гонсалвеж снова лучше так ребята у нас следующий матч чемпионате португалии сыграем из команды тонделла она находится на 16 месте и метео своем активе одно очко я думаю с этой команды мы просимулируем а сыграем с командой или нэншерс который находится на месте спортинг топом это находится на 10 так ну что он по составу по составу ну давайте-ка и таки оставим давайте симулировать 41 рестовские а брал там отличился но отлично так ребята что у нас следующий матч чемпионате португалии стартовый состав на ваших кранах у нас аж новичок будет играть и жезус в опорной зоне вместе с пол и не вендель будет под нападением так как гонсалвеж получил красную карточку когда вот мы симулировали предыдущий матч к или нэншерс ну что едем в гости к этой команде посмотрим что на себя представляет кстати у нас будет и ливень вот так все готово к матчу чемпионат португалии продолжается били нэншерс встречается у себя дома с лиссабонским спортингом хочу отметить что сегодня криштиану роналдо доверил место старта в составе 17-летнему новичку из молодежной академии спортинга джезус игорь джезус вот так вот зовут этого парня джезус вот он кстати этот парень очень такой рослый урар на замахе удар эндель а у него хороший выстрел у вен доля он этим пользуется еще один угловой обрал подача в штрафную здесь может быть опасно развернулся великолепно шпура да что ж такое то а 33 минуты и все 33 минуты наша команда просто души своего соперника кобрал еще одна передача штрафную пошел розыгрыш и вот сейчас потрясающая передача фернандеш загнал себя в угол фернандеш да загнал в угол а потрясающая была комбинация стеночка полки не не сохраняет мяч и сейчас можно фернандеша выводить уже 11 с голки пером нет фернандеш ускоряется фернандеш удар хороший хороший удар и было видно ребята было видно что шпора рыбе так сказать наверняка и даже голки пер не смог сложиться в этом матче хозяева смотрится очень блекло понятное дело что находится они на четырнадцатом месте ну и спортинг я бы не сказал что хватает звезды с неба вот здесь отличишь порар с 16 метров но такие не берутся и как-то отреагировал то голки пера страна нужно возвращаться спортинг возвращается всей командой уже на свою половину вот отскок как это прокомментировать я не знаю уже просто ребята и только угловой высоченная подача жезусу выигрывает борьбом на подборе хозяева еще такая мягкая передача это рамиры смог отличиться пары жма лата свеженький плата подключение защитника передача у какой неприятный отскок 02 02 и я думаю до свидания вот эти вот сильные передачи посмотрите голки пер просто не ожидал они с таким очень даже сильные мне кажется ты что-то тут непонятное этом плане вот с этими передачами я заметил они очень сильные и удары получаются невероятной силы что судья добавляет две минуты достаточно спокойно проходит матч для леса бонской команды 02 уверенная победа и по счету и по игре возможно возможно спортинг потихоньку набирает обороты так ребята что у нас очередной ежемесячный отчет от наших скаутов давайте собственно ознакомимся белалбо колумбиец но сто четыре стоит миллион восемьсот ребята вот этот парень наш клиент подписываем окно это нам уже не сюда алина его потенциал низкий а возможно он возрастет но я не могу рисковать дальше пошли по бразильцам айбио круз не подходишь рибера не подходит вот давайте посмотрим вынужден отказать так как таких футболистов у нас будет очень много и нужно как говорится естественный отбор оставлять только лучших ребят кстати у нас сейчас будет заключительный матч с брайтоном лига европы м прайтон уступил реал соседаду так ребята что мы перемещаемся на матч спортинг брайтон играем дома заключили матч в этом выпуске консалыш вышел в основе бендель и полфиня игрят в опорной зоне поехали лига европы лиссабонский спортинг принимает английский брайтон напомню ребят что в первом туре спортинг обыграла лиль 4 2 и все такое ждали но вот результат налицо алфиня истовский передача на фернандеша какая передача как же он вырезал ее фернандеш хороший момент может быть контратака в стиле спортинга я бы сказал уже в стиле криштиану роналду и контратака гонсалвиш набирая скорость гонсалвиш заброс на кабрала есть положение вне игры нет никакого положения вне игры кабрал удар в ближний угол контратака идеальная контратака для спортинга 28 минута матча гонсалвиш кабрал великолепная связка 1-0 спортинг выходит вперед давайте посмотрим потрясающая передача там просто на линии офсайда почти играл 77 номер убежал от защитников очень спокойно парар вот сейчас отличная передача кабрал ближний сильно как мы любим я увидел кабрал там открылся и до свидания к раннему защитнику я говорю потому что именно он опростоволосился в этом эпизоде вот посмотрите вот здесь просто упустил хотя защитники брайтона стояли все в одну линию и быстренько мы увидели эту лазеечку и кабрал снова забивать за спортинг 2-0 слушайте ну начинается немного знаете такое рисунок игры криштиану роналду прям прослеживается как тренера играя с двумя опорниками спускается назад и пытается убегать на контратаках причем даже не стесняется этого брайтон с мячом вот прям не знает что делать брайтон и я прям вижу то что без понятия потому что как алистер почти как макаллистер хороший перевод пытается пытается позицион очки нас поймать удар и все таки они это сделали все таки они нас растаскали сколько я следил за игроками сколько у меня уже бог все просто сдали наверное нервы 1 все друзья 21 спортинг обыгрывает брайтон и что хочу сказать по игре брайтон много владел мечом не мог все скрыть оборону но все таки разучка получилось а так спортинг в этом матче очень хорошо оборонялся и есть какие-то сдвиги в защите а рисунок в атаке у спортинга уже понятен так ребята что давайте взглянем на турнирную таблицу что мы видим спортинг пока единоличный лидер реал соседад уступает лилию это очень здорово у лилия реал соседада по 3 очка следующий матч у нас с испанской командой будет нелегко ну собственно а кому сейчас легко описано что наш правый защитник каспар достиг своего максимума так вот выглядит максимум смотрите какие бы тренировки мы делали он уже 20 судя по всему не будет вот так вот ребят ну что давайте вот на такой хорошей ноте завершать выпуск с вами был гамбит пока пока Пока.